Вечер пятницы, по всему городу ночные заведения только готовятся к наплыву посетителей. Еще не поздно, но уже достаточно темно. А в самом байкерском баре Владивостока суета. Откуда-то здесь уже начинают собираться люди, музыканты погружаются в саундчек. В чем же причина? Афиша на входе сразу сообщает, приезжает какая-то газель смерти. Так назвал свой автомобиль москвич Денис Алексеев, решивший в 2010 году открыть небольшой бизнес под слоганом «Автобус в аренду для музыкантов». С тех пор газель побывала на трех континентах. Трижды доезжала от Москвы до Владивостока и обратно, и успела стать культурным феноменом. Пока публика ожидает машину, организаторы немного рассказали о припосылках мероприятия. Изначально газель смерти приехала во Владивосток три года назад. Это был совершенно еще такой камерный концерт. И с тех пор концерты, к счастью, разрастались. И, собственно говоря, идея концерта была в том, как и, соответственно, идея газели смерти, чтобы расширить территориальную сцену русско-независимой, и в частности, панк-музыки. Выяснилось, что этот приезд во Владивосток для газелей последний. И чтобы торжественно поставить точку в судьбе музыкальной маршрутки, организаторы решили разбавить концерт приезжих групп местным авторским творчеством. Сегодня участвуют несколько групп, то есть концерт длится два дня в числе задействованных групп, и в частности, приезжих. Группа из Португалии, с труднопроизносимым названием, мне кажется, даже самими участниками, поэтому не обессудьте. Группа Мирорт Липс, которая будет играть завтра, женский панк-коллектив, который, скорее всего, не любит, когда его обозначают как женский панк-коллектив, я подозреваю, просто отличная панк-группа. Они, к слову, из Израиля. Кроме них и португальцев, в концертах участвовали хабаровчане, подсевшие в газель смерти по пути следования. А саундчек тем временем плавно перетек в концерт. Дело в том, что долгожданный автомобиль опаздывал уже на несколько часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все же согласился рассказать, как прошла поездка. Доехали сюда совершенно прекрасно. Вот если не брать последний переезд из Хабаровска в Авдивосток, когда у нас сломалось сцепление, мы там застряли, ну, часа, наверное, на три. Поломка была пустяковая, но хуже всего было то, что нужно было идти 32 километра до ближайшего магазина, чтобы купить тормозную жидкость. А еще шел страшный дождь, и мы все очень промокли. Среди людей далеких от частых путешествий или андеграундной музыки может возникнуть логичный вопрос. Как вообще могла прийти в голову такая необычная и даже странная идея возить музыкантов за десятки тысяч километров на четырех колесах? Однако сам Денис Алексеев свое занятие странным не считает. Это вовсе не так, потому что, когда человек находится вот в подобных неусловиях, с ним происходит много вещей очень интенсивно и какого-то необычного характера. Вот он приобретает такую способность, что ли, не способность даже, а просто особый взгляд на мир. Стоит напомнить, что главный инфоповод для концертов – последняя остановка в жизни «Газели смерти». Денис назвал множество причин, среди которых выделяет одну, самую главную. То есть мне это стало как съездить из Москвы на Петербург, но только в 30 раз дальше, условно. Вот, а все-таки мне нужно вот это чувство, что я делаю что-то, что там до меня не происходило. Мне вот важно быть каким-то таким первопроходцем. В целом оба концерта «Газели» прошли при битком на битом баре и сильной, как признались музыканты, энергетики. В первую очередь отметили они, Владивосток хорош публикой. Организаторы уверены, прощальный концерт «Газели» не означает прощание с андеграундной сценой. Скорее наоборот, может стать поводом создать что-то новое. Евгений Черемухин, Дарья Блинова, Новости на Восьмом.